Началась гроза. Но её не следует так бояться, как боятся многие. Хотя и есть такие деревенские байки о том, что кто-то бежал в грозу с железным ведром на голове и его убило в голову. Но на самом деле, если соблюдать некоторые меры предосторожности, можно обойтись без отягчающих последствий. Например, что же выбирает гроза? Гроза выбывает такие материалы, которые легко и очень хорошо проводят ток. Такие как вода, металл и земля. Также не следует рыбачить на пруду или на каких-то водяных водоёмах, потому что карбон, из которого сделано большинство удилищ, это шестой элемент в таблице Меделива, очень хорошо проводит ток. В возвышенности. Почему гроза бьёт всегда в возвышенности? Это легко объяснить тем, что если исходить с физической точки зрения грозы, оно бьёт не в возвышенности, оно ищет такой путь, в котором суммарное сопротивление в воздух будет минимальным. Также, если вы идёте в поле и началась гроза, не нужно бежать по деревьям, а самый хороший вариант, если вы находите посередине какой-нибудь ржи или кукурузы, присесть, а лучше и лечь. Но лечь не обязательно, потому что вы промокнете, лучше присесть. Ноги вместе, и хорошо, если бы у вас на ботинках была резиновая подошва. Почему ноги вместе? Чтобы не возникла разница потенциалов, так как в Ленинграде в 1937 году был такой инцидент, когда обрезались провода, и ток упал на асфальт, провод двухжильный. И все лошади умерли, так как возникла разница потенциалов из-за того, что у них было большое расстояние между ногами. А людям хоть бы хны, поэтому соблюдайте меры предосторожности, берегите своих близких и ничего не бойтесь. Знания – самое главное оружие.